Дорогие друзья, позвольте вам представить результаты коллективного проекта. Это исследование, которое выполняется в стенах Южного научного центра Российской академии наук при поддержке Российского научного фонда. Поэтому здесь две эмблемы. Одна из них это наша организация Южный научный центр, вторая эмблема это Российский научный фонд. Сам проект немножко шире, процентов на 50, наверное, шире той темы, о которой я буду сегодня говорить. Здесь обозначены в названии нашей встречи демографические последствия, а проект называется «Войны и население Юга России. История, демография, антропология». Но я буду говорить сегодня только о демографических аспектах. В чем, вообще-то говоря, необходимость выполнения такого проекта? Я как-то так пытался представить на этом слайде, наверное. Я думаю, что здесь можно говорить о двух аспектах. Во-первых, актуальности. Во-первых, это, конечно, объясняется тем количеством войн, вооруженных конфликтов, через которые прошел наш регион. Через то количество войн, в котором принимали участие жители нашего региона, за пределами нашего региона. И эти последствия были достаточно существенны, как я постараюсь об этом сегодня говорить. Это во-первых. Во-вторых, актуальность его обуславливается сегодня изменениями в развитии научного знания. В обращении исследователей все больше, все чаще к проблемам человека, к человеческому измерению истории. И вот в этой связи это дает нам возможности по-новому осмысливать рассматриваемыми событиями. С точки зрения социальной истории, с точки зрения демографической истории, с точки зрения социальной антропологии, культурной антропологии. То есть изменения в самой системе научного знания бросают нам новые вызовы. Это позволяет нам также искать на них ответы, на эти вопросы. Я сказал, что проект коллективный. Вот на этом слайде я представил нашу команду. Десять человек работает в рамках этого проекта. Вы видите, что один из наших участников только что выступал передо мной, Сергей Акальчисович, он также является одним из участников нашего проекта. И более того, я могу сказать, что вот сейчас у нас выходит один из наших первых серьезных результатов. Это монография, посвященная демографическим последствиям войн и вооруженных конфликтов. В значительную часть этой работы подготовлена была как раз доктором философских наук Сергея Акальчисовича Сущим. В значительную часть этого материала. Кроме того, доктор наук исторических Андрей Владимирович Венков, кандидат исторических наук Амиран Тарелыч Урушадзе, кандидат исторических наук Сергей Степанович Белоусов, кандидат филологических наук Татьяна Евгеньевна Гривцова, кандидат социологических наук Диана Дмитриевна Челпанова, историк Максим Валерьевич Медведев, политолог Евгения Михайловна Горюшина и еще один кандидат исторических наук Олег Андреевич Гром. Вы видите, что состав такой смешанный. Здесь есть историки, политологи, социологи, этнолингвисты в лице Татьяны Гривцовой. Объясняется это самим междисциплинарным характером этого проекта. То есть мы стремимся посмотреть на войну, на последствия войны с разных точек зрения. С социологической, с демографической, с политологической, с культурологической. Потому что ведь война несет в себя не только разрушения и потери. Война — это, собственно говоря, целый мир. Помним хорошо произведение Льва Николаевича Толстого, да, война и мир. Здесь частичка «и» означает, что это две разные части — война и мир. Но ведь война — это тоже мир. Это мир явлений, мир ценностей, мир культуры своей собственной, мир людей, которые населяют военное пространство. И они меняются вследствие войны. Они, побывав на войне, возвращаются, но возвращаются не другими людьми с войны. И нередко это возвращение оказывается в мирную жизнь для них непонятным. Они уходят снова на войну, потому что мир войны становится для них более привычным чем какая-то другая мирная жизнь, где складывается, которая складывается, формируется совершенно другим представлением. Ну вот у нас буквально два дня назад был юбилей, 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Афганская война — одна из самых крупных войн, наверное, самая крупная война для нашего советского тогда общества и государства после окончания Великой Отечественной войны. И вот обратите внимание, офицеры, кадровые офицеры, которые воевали в Афганистане, они отбывали обычно какой-то срок, период времени. Многие потом возвращались еще раз, уже добровольно. Один из самых известных примеров — тот же генерал Громов, который более чем срок отслужил в Афганистане, или генерал Аушев. То есть война затягивает в себя. Мир войны становится более приемлемым, чем какая-то другая жизнь, оказывается. Вот поэтому такая команда проекта. Более того, проект идет дальше у нас, развивается, и мы как-то внедряем его в образовательное пространство. Сейчас я могу сказать, что я на этом стадии не представил, но у нас есть отдельная группа в рамках Южного федерального университета. В рамках Южного федерального университета у нас есть такой проект, который у нас научно-образовательный характер, и часть студентов выполняют эти проектные задания в рамках реализации этого проекта. Так что команда проекта не ограничивается мной. Я буду говорить, конечно, об общих результатах, но у каждого из наших участников есть свой задел и свои собственные результаты в рамках этого проекта. Задачи нашей исследования достаточно широки. Мы смотрим, как формировал сам регион, ведь сам регион, понятие Юга России, оно тоже не является однозначным. Если мы говорим Юг России применительно к XVIII веку, это совершенно одна территория. Начало XX века – это другая территория, оказывается. А сегодняшний Юг России – это другая территория, отличается от того, что Юг России представлял собой Юг Российской империи и Юг сегодняшней РФ или Юг Советского Союза. Мы понимаем, да, границы же меняются, и это создает определенные вопросы. Что мы изучаем? На какой территории мы изучаем? Какие группы населения попадают сюда? Это сопоставление достаточно, может быть, сложным, потому что мы должны говорить об одинаковых территориях, одинаковых контингентах, одинаковых социумах. Конечно, я хочу подчеркнуть в этой связи, что мы не всегда можем назвать точные какие-то цифры потери. Объясняется это не тем, что историки не хотят что-то сказать. Как она говорит, почему историки правду обществу не говорят? Ну, не всегда у нас есть вот такая возможность. Просто-напросто. Потому что историки обычно говорят ориентируясь на комплексы документов, на комплексы источников. Поэтому, тем не менее, мы подходим к каким-то вопросам, и мы стараемся найти на них ответы. По крайней мере, даже с точки зрения постановки вот такой проблемы, ну, на мой взгляд, проект получается интересным. Не сочтите это за самое какое-то любование, может быть, но действительно редко, наверное, можно в сегодняшней историграфии найти примеры, когда работа выполняется, ну, достаточно серьезным коллективом, в масштабах такой, с точки зрения вот локализации пространства, макрорегиона, и в масштабах такого временного промежутка существенного. Возвращаясь к задачам, еще одна очень важная задача, это анализ демографических последствий самих компаний на юге России, как шли боевые действия на юге, как менялся характер масштаба потерь населения, как принимали участие жители региона в войнах, которые были за пределами, та же афганская война, да, нашла за пределами юга России, собственно говоря. Ну и, так вот так вот, да, нас интересуют также, конечно, аспекты социологические, культурологические, как влияло война на формирование обычаев, традиций, вырабатывались новые идентичности, нас интересует военная повседневность, что представляла собой жизнь человека на войне. Опять же, находясь на юге России, мы хорошо понимаем, что целая группа населения, появление отдельной группы населения связаны непосредственно с войной, тоже казачество, да, это тоже следствие процессов, связанных с войной, с военным временем. Но и отражение войны в коллективной памяти, это еще одна задача, которая здесь стоит. Хочу сказать вот об поводу красосточников. Конечно, я не буду сегодня говорить подробно, по крайней мере, в рамках своего выступления, о быстреографии. Проблема, она достаточно обширна, велика, разносторонняя. Назову вот несколько просто работ. Коли мы говорим о статистике, о демографии, то вот три работы здесь приведу на этом слайде. Одна из них – это работа Бориса Цезаревича Урланиса, это крупный советский демограф. Его работа «История войных потерь» содержит статистические сведения о разных войнах он собирал. Сегодня оценки Урланиса подвергаются серьезной критике историками по отдельным войнам. И тем не менее, эта работа остается, наверное, одной из ключевых, в которой собрано материалы сразу по всем войнам, которые происходили. И еще две работы назову. Они подготовлены одним коллективом под руководством генерал-полковника Кривошеева. Начинал работать этот коллектив еще в конце 80-90-х годов, когда Горбачев поставил задачу выявления, установления новой цифры потерь советского общества, советского государства в Великой Отечественной войне. И вот по результатам этой работы была опубликована книга, ну, правда, это второе издание, «Великая Отечественная война без грифа секретности», книга «Потерь». А первая работа была «Гриф секретности снят», называлась она еще в 93-м году. Вот эта книжка уже в 2001-м выходит. И потом они продолжили свою работу по другим войнам России, которые вела в 20-м веке. Вышла работа России и СССР в войнах 20-го века. Это такой взгляд, я бы сказал, официальной военной историографии на проблему потерь. Но историков много, социологов много, есть и другие точки зрения на данную проблему. Ну, а теперь давайте я перейду непосредственно к войнам. И я начну с предыстории вопроса, с войн, которые были, происходили до 18-го века и также касались и России, Руси сначала, еще потом Россия, потом уже и государства. И вот если взять используемые цифры, я в данном случае ориентируюсь на Сергея Михайловича Соловьева, известного российского историка, и на военного историка, теоретика Николая Николаевича Сухотина, генерала Сухотина. Так вот, посмотрите, что получается. За период времени с 1055 по 1042 годы на Русь происходило 245 нашествий. Получается, что в среднем, если посчитать, то за 200 с лишним лет 245 нашествий. Получается, причем 200 нашествий с 1240 по 1042 год. То есть примерно по одному почти на каждый год. То есть это формирует определенный характер общества, реакции общества, которое вынуждено постоянно находиться, постоянно в процессе противостояния, в мобилизационной готовности. Почти одна война на каждый год. 14-19 века за 525 лет, 329 лет войнах, примерно две войны в три года. Тоже достаточно высокий показатель. Конечно, не все из этих войн и конфликтов были масштабными, может быть, с точки зрения количественных показателей. Но сам факт постоянной войны, конечно, играет существенную роль в развитии общества. В 20 веке войны и вооруженный конфликт, если посчитать происходившие, то с учетом военной помощи странам Азии и Африки, с учетом борьбы с басмачством, с внутренним выступлением, это 44 года. А если вот эти посчитать, то еще 84 года получается. Почти все столетие война продолжается. И, наконец, 21 век, вот если не брать 19-й год, из 18 лет, 12 лет у нас наши военнослужащие, жители нашей страны, так скажем, принимают участие в каких-то вооруженных конфликтах. Это в начале столетия, в начале 21 века, контртеррористическая операция на Северном Кавказе продолжалась. Это Сирия, это Донбасс, это тоже определенные жертвы, которые с этими событиями связаны, конечно. Хочу отметить в этой связи, что южное направление всегда было наиболее проблемным для русского государства, для русского, для московского государства. Если взять период с 16-го, с 1507-го года по 16-69 год, то этот период характеризуется постоянными набегами крымских татар и нагайцев. Всего из руки земель с 14-го по 17-го века было угнано около 3-х миллионов человек, подсчет американского следователя Фишера. Поминки, то есть дань крымскому ханству выплачивалась, пусть и не каждый год, но выплачивалась до 1700-го года, до Петровской эпохи, получается. Мы хорошо понимаем, что это также влияло на развитие страны, на развитие государства. Именно юг, южная проблема. Боевые потери в войнах 18-го века. Давайте перейдем к следующему периоду, к 18-му веку. Боевые потери в войнах 18-го века составляли, подсчеты урлани, здесь привожу, 534 тысячи человек. Это убитыми и ранеными. Боевые потери, погибшие в боях. Смотрите, что получается. Вот Северная война, 120 тысяч человек. Мы привыкли к тому, что Северная война одна из самых кровавых войн. Создание Петербурга, освоение севера, северо-запада, выход к Балтийскому морю, дорогая цена, которую заплатила Россия. Ряд историков подчеркивал, цену выхода к Балтике, очень важную. Но если мы сравним цену, которую Россия заплатила за выход к Балтике и выходу к Черному морю, то цифры расходятся очень существенно. Русско-турецкие войны дают 200 тысяч потерь. Существенно больше, оказывается. Дальше. Семилетняя война, Суворовский поход в Швейцарию. Это западное направление. Здесь 74 тысячи нам дают. Русско-польские войны, их тоже можно сюда числить. Это западное направление, 30 тысяч. Экспедиции в Рене-Уазе, на Кавказ, русско-персидские войны еще около 50. И крестьянская война Пугачева, восстание Пугачева, 40 тысяч человек. Вот если откинуть Пугачевщину, как внутренний конфликт, то получается, что примерно полмиллиона стоила России внешняя политика полмиллиона жертв жизни. Стоила внешняя политика России в 18 веке. А теперь давайте мы их суммируем по разным направлениям. Проделаем такую очень простую арифметическую операцию. Посчитаем по направлениям. Ну понятно, что русско-турецкие войны, Кавказ, Средний Уазе мы объединяем, получается, сюда, да, относим. Русско-шведский, северный, это северо-западное направление. Семилетнее, суворовское, русско-польское, это западное, получается. Что получается у нас? Западное направление надает 104 тысячи, то есть 21 процент. Северо-западное 28 процентов, а почти 50 процентов это южное направление. То есть вот эти цифры говорят о том, где больше потерь Россия несла. В войнах именно на юге оказывается. Давайте посчитаем еще один очень интересный результат. Это безвозвратные потери, убитые и умершие от ран от болезни, получается здесь. И здесь получается, что еще цифры больше. Русско-турецкие войны дают 215 тысяч нам, экспедиции на Кавказ и в Среднюю Азию 150 тысяч, семилетняя война 120, северная 100 и так далее получается. И общая цифра потерь у нас суммарная получается около 680 тысяч человек. И вот если мы эти цифры суммируем опять и разложим их на направления основные, то получается, что южное направление еще выше показатель. 55,5 процентов это потери понесенной России на южном направлении. Почему такой высокий показатель потерь? Что соперник был опаснее, если мы сравним воинские качества, то да, Османская империя в 18 веке еще сохраняла боевую силу. Не ту, которая она обладала в 17 столетии, это век господства Османской империи как военной державы, все-таки 17 век. В 18 веке она уже испытывает серьезные трудности в своем развитии. Конечно, если мы сравним боевые качества той же шведской армии эпохи Карла XII, они были выше, почему же только высокий процент потерь? Тут свою роль играли еще и климатические условия, театр боевых действий, болезни, которые сопровождали движение армии, лихорадка и другие заболевания, инфекции, плохое качество воды и так далее. Вот почему высокие потери неслись. Когда армия Миниха вступала в Крым, то боевых потерь было небольшое количество она понесла, зато огромнейшее количество она понесла санитарных потерь именно от заболеваний, именно от качества продуктов воды и так далее, которым располагало. Перейдем к войнам следующего, столетия XIX века, безвратные потери России в война XIX века. Давайте рассмотрим. Опять же, мы помним «Войну и мир», помним другие работы. Вроде бы главные войны России этого времени это наполеоновские войны. Вот с этим связана память о войнах XIX века. Ну что получается? Все наполеоновские войны, убитые и умершие от раны Болини, составляют 450 тысяч человек. Однако была Крымская война, были Кавказские войны, были русско-турецкие войны в это время. И вот если суммировать все эти показатели и пытаться их тоже перевести в такие числовые, то получается, что южное направление здесь составляет 627 тысяч человек. Из миллиона 77 тысяч, которых потеряла Россия в войнах XIX века вообще. Получается, что 58% Россия потеряла тоже на южном фронте, на южном направлении, в разных войнах, на южном направлении. Западное направление 41%. То есть количество различается. На Востоке были не столь существенные потери в это время. Войны XX века. Самое главное, с ним возьмем. Первая мировая гражданская война. Безвозвратные потери России в Первой мировой войне это более 2 миллионов человек. Безвозвратные. 2 миллиона 254 тысячи 169 человек. Посчитаны военными историками. Конечно, они могут взывать вопросы, но цифры такие приводятся здесь. Санитарные еще 5 миллионов человек. 5 с лишним миллионов человек. Сколько именно относится к Южному фронту, я вам не скажу. Цифр пока у нас таковых нет, но мы работаем над этим вопросом. Могу сказать, что Южный фланг, конечно, сегодняшний юг России, если говорить о территории юга в сегодняшнем нашем понимании, юг сегодняшней федерации, он лежал в основном вне боев, вне поля, вне зоны боевых действий, очень долго находился, да, только в конце войны он тоже оказался зоной боевых действий в связи с торжением сначала немецких войск в Таганрог, Ростов-на-Дону в 18-м году и турецких войск. Также сначала это территория Южного Кавказа, Закавказья, а затем и до Дагестана турецкие войска прошли вверх, поднялись. Дальше Первую мировую сменяет гражданская война и безвозвратные потери в гражданской войне, так же цифры называются, почти миллион человек, санитарные еще почти 7 миллионов, 6 миллионов 791 тысячи человек. Население страны сократилось на 10 миллионов с учетом всяких миграций, вот этих всех негативных последствий гражданской войны, тоже не скажу вам сколько потеряно именно на южном фланге, опять же вот мы работаем над этим вопросом, но вполне очевидно, что все-таки потеряно немало, поскольку именно на юге находилась зона основных боевых действий. Здесь сражалась добровольческая армия, здесь шли бои между казачеством, а казаки проявляли очень высокие воинские качества в годы гражданской войны. и потери здесь, и, кстати говоря, Красная армия именно здесь тесла главное свое поражение, ну и победы потом здесь уже были одержаны, которые определили судьбу гражданской войны фактически в целом. Заканчивается гражданская война, мир, период называется межвоенный между 20-м годом и 40-м, однако на юге продолжаются достаточно серьезные антисоветские выступления. Вот в этих чекистско-войсковых операциях в Север-Кавказе в 2029 году только части Север-Кавказского военного округа и войска НКВД оформирования наркомата внутренних дел потеряли еще около 3,5 тысяч человек убитыми и примерно полторы тысячи ранеными за этот период времени. Опять же подчеркну, что речь идет о официальной статистике. Конечно, крупнейший конфликт это Великая Отечественная война и, конечно, крупнейшие потери связаны с этим конфликтом. Я привел вам здесь на этом слайде разные цифры, которые существуют сегодня в отношении потерь по Великой Отечественной войне. Начиная от 7 миллионов, которые были названы Сталиным в 1946 году и которые были явно заниженными цифрами даже по отношению к воинским потерям, если не учить потери гражданского населения и заканчивая цифра, которая является безусловно завышенной, это цифра названная филологом, доктором филолога, Борис Вадим Соколов, он называет здесь почти 45 миллионов человек. Официальные цифры 26,6 миллионов человек, вот это цифра, которую назвали военные историки, подсчитали они военные потери, использовали метод при этом метод демографического баланса, использовали доступные военные источники, наверное, понятно, как считается потери, поскольку источников все-таки сохранилось не очень много, у нас есть, у нас существует ситуация, при которой история целых соединений воинских не может быть описана по причине отсутствия у них по ним источников просто-напросто. Особенно характеризует событие 41-го года, когда воинские соединения погибали в котлах, в окружении, а вместе с ними погибали штабные документы. Поэтому посчитать просто оказывается невозможно по отдельным частям, по отдельным соединениям их истории прочитать. Вот был такой отдельный коллективский корпус гениал-майора Погребова лета 42-го года как раз на Южном фронте он действовал и собирался перейти наступление Слобода Большая Мартынов как раз в Ростовской области и когда он собирался перейти наступление неожиданно по нему наносит удар части вермахта. Штаб корпуса разгромлен, генерал-майор погиб и когда мы обращаемся в архив а главный для нас архив вот из когда мы изучаем боевые действия это Национальный архив Министерства обороны Российской Федерации. Так вот по истории Погребова корпуса там всего одно дело есть больше нет документов. Документы уничтожены погибли вместе со штабом корпуса. Здесь в этой ситуации нас еще несколько облегчает то что сохранились документы дивизий которые входили в состав корпуса. То есть можно хотя бы по ним что-то устанавливать. Но ведь были соединения воинские которые целиком погибали. Занимался я в частности историей кавалерийских соединений созданных дивизий которые создавались в 41 году потом отправлялись на фронт. Очень быстро они отправлялись в течение буквально двух-трех недель такого легкого состава до 3000 человек примерно значит часть из них была создана на Дону часть на Кубани часть в Ставрополе в Краснодарском крае из бывших казачьих территорий создавались создавались вынужденно поскольку в боях начала войны Краснодар понесла большие потери и в том числе в сфере техники военной мобильность утратив свою и тогда кавалерийских стали воссоздавать 41 год по многим дивизиям ситуация следующая 41 год хорошо представлен по документам а в 42 году часть из них направили под Харьков воевать 62-я кавалерийская 35-я кавалерийская дивизия другие кавалерийские дивизии а в Харьковском котле многие погибли и у нас есть ситуация при которой за 41 год документы существуют прекрасно судьба просчитывается соединений по 42 году ничего нет вообще просто документов нет по этой причине конечно сложно достаточно по таким документам фиксировать количество потерь непосредственно работать с источниками поэтому чаще используют метод демографического баланса на чем он основан мы подсчитываем цифры у нас есть сведения статистические данные в начале периода и в конце периода в начале периода каким цифрам можем апеллировать обращаясь к событиям Великой Отечественной войны перед войной было две переписи населения первая перепись состоялась в 37 году цифры переписи оказались для власти очень шокирующими они оказались ниже чем планировалось намного как поступили в этом случае перепись засекретили переписчиков расстреляли 39 год проведена новая перепись населения она была открыта доступна долго время к ней апеллировали в начале 90-х годов наши отечественные российские демографы группа во главе работал академик Юрий Поляков а главную роль сыграла сегодня доктор наук крупный специалист заведует отделом в институте российской истории Валентина Борисовна Жеромская вот они доказали что перепись была сфальсифицирована и насколько она была сфальсифицирована показатели рассчитали и сделали более точный расчет то есть население это писем Советского Союза было не 200 с лишним миллионов а 196 миллионов человек к началу войны получается вот эти подсчеты нужно учитывать вот почему допустим Соколов дает более высокие цифры он обращается к данным фальсифицированной переписи 39 года то есть он потенциально увеличивает количество потерь получается да потому что цифра населения в начале войны у него выше оказывается на несколько миллионов человек и отсюда вот это расхождение одна из причин расхождений которые он выводит ну и там еще есть ряд причин по которым он завышает таким образом цифры вот ну еще раз я хочу подчеркнуть что конечно споры идут и сегодня вот цифра 26-60 миллионов человек она существует как официальная цифра названа военными историками но есть и другие мнения здесь в чем причина почему нельзя опять же использовать нам в полной мере демографический баланс почему до конца не работает ведь следующая перепись населения это только 59-й год понятно что за 20 лет очень много событий произошло не только связано с войной и поэтому просто взять и вычесть и получить цифру мы не можем естественно такую нам приходится пользоваться дополнительными расчетами дополнительными источниками и вот цифры которые назывались при Хрущеве была называна цифра 20 миллионов человек при Горбачеве сначала 27 потом эту цифру уточнили в 26-60 миллионов человек сейчас ряд авторов наряду с более высокими называют и более низкие цифры в частности Виктор Николаевич Земсков уже ныне покойный историк тоже из российской истории он назвал 16 миллионов человек он считает что цифры по граждански потерям завышенными являются те которые используют военные историки вот из чего складывается 26-60 давайте мы здесь рассмотрим наверное вот на этом слайде это цифры вообще-то говоря здесь военные потери это почти 12 миллионов человек это почти 7 миллионов убил и умерло от раны болезни погибло в результате происшествий различных и так далее здесь дальше 4,5 миллиона пропало без вести плюс полмиллиона человек здесь еще здесь военнообязанных тех которые должны были призывать получается вот это цифра военных потерь методом вычитания получается гражданское население 13,6 миллионов ну почти 70 миллионов человек из них часть это преднамеренно истребленные на жители на оккупированной территории дальше те кто погибли от бомбежек те кто погибли от других действий и те кто которые угнаны в германию и те которые еще жертвы голода жертвы ухудшения качества жизни на оккупированной территории вот из чего складываются эти цифры получается дальше если мы обратимся раскладывая цифры потери военнослужащих то здесь есть тоже у нас такой своеобразный двойный счет дело в том что кроме этих убитых умерших часть потом вернулась вообще мы часто сталкиваемся обращаясь к военным потере с системой двойного счета например если бойца ранило он проходит как санитарный потей он был ранен затем он продолжает служить и его убивают То есть он уже проходит как убитый. Понятно, что в этом случае мы сталкиваемся с системой двойного счета. Он проходит одновременно и как раненый, и как убитый. И там, и там он зафиксирован в статистике. То есть здесь тоже есть определенные вопросы, которые существуют. Как нам посчитать? Давайте перейдем теперь непосредственно к нашему региону, к югу России. Сколько здесь составляют потери на юге России? Чтобы получить эту цифру, нам тоже придется прикладывать немало усилий. Количество призыва. Как восстановить данные призывы? Есть сведения по военкоматам. Однако военкоматы переформировались с изменением административно-территориальной структуры на юге страны. Военкоматы, допустим, Чеченской республики, они просто уничтожены. То есть у нас нет сведений полных по этому региону. Документы просто погибли здесь. В ходе уже другого конфликта, соответственно. Сейчас создаются во многих регионах книги памяти. И это действительно очень важная задача, такой важный долг нас, наверное, вспомнить всех жителей, которые были призваны, которые погибли на фронте. Тоже есть определенные сложности. Если сейчас посчитать данные по книгам памяти, вот это мы сделали. Здесь, видите, мы представили регионы, Краснодарский край, там и другие регионы дальше здесь идут, Адыгея, Арджиникидзовский, тогда Ставропольский край, Корчаево и Черкесия, которые тогда входили, и другие наши регионы. Вот если вот эти все цифры посчитать, и посчитать, сколько погибло по ним, то цифры не бьют с данными военкоматов. Есть такой парадокс. По книгам памяти цифры оказываются большими. В чем здесь причина? Что происходит здесь? Здесь тоже есть определенная сложность. Административно-технициальная структура менялась. Книги памяти создаются сегодня по сегодняшним границам. У нас сегодня есть такой субъект, как Астраханская область. Но она была создана только в 1944 году. А до этого территория области в часть входила, астраханский область в состав Сталинградского, в Сталинградской области, а часть в состав Калмыцкой, тогда автономной Советско-Стургической республики. И у тебя просто не говорят, а как считать потери? Например, когда создается книга памяти по Калмыкии, там учитываются, фиксируются, и те, кто сегодня, районы, которые входят в состав Калмыкии, сегодняшней республики Калмыкии, и часть районов, которые входили тогда, сегодня входит в состав Астраханской области. То есть здесь определенные коллизии тоже возникают при подсчетах. Не потому, что кто-то что-то хочет изменить, но потому, что есть проблема в том, как посчитать, получается. А сегодня книги памяти по Калмыкии, они формируются именно по сегодняшней административной территориальной сетке. Вот в этом есть такая вот сложность. Далее, даже когда мы строим книги героев, то нередко мы используем, ну не мы с вами, а представители отдельных регионов, отдельных народов, по этническому принципу начинаются подсчеты. Ну вот есть пример, допустим, республика Адыгеи. Есть книги памяти, книги героев Адыгеи. В числе героев Адыгов, например, относят не только Хусейна Андрухаева, человек, который родом был из Адыгеи, совершил подвиг. Кстати, он здесь недалеко, возле села Дьякова. Как раз враг шел на Ростов, 41-й год, один из первых подвигов совершил. Ну и, допустим, Айдамира Ачмизова, который был родом из Шапсуги. Это Краснодарский край. Он адык, но он жил не в Адыгейской автономной области. Тоже понятно, коллизия определенная. Как считать? Вот все это накладывает печаток на подсчеты определенные. И все это, конечно, существенно осложняет. Тем не менее, если все-таки посчитать по книгам памяти, для того, чтобы эту статистику вывести, мы использовали и книги памяти, и писали запросы военкоматы. Вот эти два показателя мы пытались учесть по всем военкоматам сегодняшним. Потом получаем, что призыв жителей нашего региона примерно около 3 миллионов человек, 2,898 тысяч человек, а потери составляют свыше миллиона, 1,125 тысяч погибших, пропавших без вести по нашим южным регионам. Дальше. Что касается боев здесь на самом юге, то обратите внимание, это целый ряд крупных операций происходил здесь. Это Донбасско-Ростовская стратегическая операция, это Ростовская наступательная операция, Керченско-Феодосийская операция, Воронежская, Варшаловградская, Сталинградская, Северокавказская, Донбасская, Новороссийско-Таманская наступательная. Фронтовые операции. Если все вот эти операции суммировать, то общее количество потерь погибших здесь это 3 с лишним миллиона человек, 3 миллиона 249 тысяч человек. В том числе 1,6 миллиона это безвозвратные, и еще 1,6 миллиона санитарные. Также достаточно высокая цена за то, что подстоять территорию советского юга уже. Демографический ущерб. Окупационный режим сопровождался, жестокие последствия населения региона. И вот это сведения также, которые извлечены из фондов Центрального статистического управления. Это Российский государственный архив экономики. Что получается? Если мы берем цифры по данным переписи 1939 года и берем цифры на 1943-1944 год, то получается, что население региона сократилось с 10 миллионов до 7,5 миллионов человек, на 2,5 миллиона человек. Примерно на 24% к 1943 году. Означает ли это, что все это люди погибшие от оккупации? Нет, не означает. Вот здесь вот привожу еще одну таблицу, приведу. Здесь надо различать. Обратите внимание, здесь разные названия. Это демографические потери, а это жертвы оккупации. Жертвы оккупации – это те, кто погибли непосредственно. Те, кто были задушены, замучены, расстреляны, сожжены вследствие действий самих оккупантов. Действительно. И вот здесь такие цифры, например, оказаны. Например, в Кабадинобалкарской автономной республике 2 168 человек оказывается. В Краснодарском крае 61 540 человек. Это большие цифры, конечно. Это уничтожены жители. Причем здесь я беру только мирных жителей, а были еще потери военнопленных советских. Я здесь не считаю, потому что они не жители региона. Они тоже уничтожены здесь, но они не жители данного региона. Поэтому я здесь не подсчитывал, не учитывал. В этой табличке. От чего же здесь цифры намного больше получается? Вернемся назад к этому слайду. От того, что здесь не включены еще те, которые отправились с немцами, то есть восточные рабочие. Часть была угнана. Кто-то добровольно уехал. Кто-то просто ушел. Кто-то служил в составе полицейских формирований, старостами, бургомистрами. И тоже ушла вот эта часть с немцами. Это очень большое количество оказывается. Дальше. Почему эта цифра еще меньше? Сюда входит, надо отнести, и те, кто эвакуированы были. На фронт кто-то отправился. То есть почему цифра здесь меньше? Вот по этим причинам. Но в целом, конечно, если мы возьмем в расчет 43-44 год, смотрите, насколько сократилось население региона. И ведь надо задаться вопросом. А качественный состав в основном это люди зрелого возраста, большая часть мужчины. То есть это весьма серьезно влияет на народно-хозяйственные возможности развития региона. Конечно, 44-45 годы дают обратный поток. Поток назад пошел в связи с процессами, какими это демобилизация, реэвакуация начинается, часть населения возвращается. Не сразу, не быстро, но процесс отойдет. Однако здесь еще один процесс сюда включается. Это депортации народов. И это тоже серьезная убыль населения. В том числе на юге. Корейцы это все-таки не здесь. Это Дальний Восток, прежде всего. А здесь, вот из 905 тысяч, почти 200 тысяч немцев на юге проживали. Отсюда были высланы 198 тысяч, если более точно. С Северного Кавказа, из Ростовской области, выселены на восток страны. Дальше Финны, это тоже другой регион. Калмыкии, это здесь. 101 тысяч отправляется дальше на восток. Карачаевцы, чеченцы-ингуши, балкарцы, крымские татары, турки, мескетинцы, другие народы за Кавказе. То есть вот из-за этой цифры получается, что большая часть, это тоже юг несет потери. Это часть жителей юга, которые уходят, отправляются, принудительно отправляется на восток, на север страны. И это меняет очень серьезно этно-демографическую картину региона, естественно. То есть война и ее последствия, она кардинально меняет структуру населения, этнический состав. Как и Кавказская война, да? Там свои были изменения очень серьезные. Так и Великая Отечественная война получается. Ну вот процесс, который уже послевоенный, да? Получается. Вот эти стрелочки, вот часть, я карту использовал такого смешанного характера, часть начинает возвращаться. 44-45-е годы, 46-е. Дальше продолжается возвращение части назад жителей. И отсюда, да, часть, поток идет. Возвращаются бывшие островцы, не все возвращаются. 451 тысяча человек, бывшие советские граждане, не вернулось после войны, оказавшись вот на территории Третьего рейха, Западной Европы. Не возвращенцев. 451 тысяча человек оказывается. Общие потери. Вот теперь вот из чего складывается. Да, вот она цифра исправлена. 196,7 миллионов человек. Вот она, 31 декабря, цифра, которую рассчитывают демографы, 170,5 миллионов человек. В том числе родившиеся до 22 июня, это еще 159. Дальше общая оболь населения 37,2 миллиона человек. Количество умерших детей по причине повышенной смерти 1,3 миллиона. Умерло бы население в мирное время. То есть люди бы умирали, если бы война не шла, да, по-прежнему бы. Цифра подсчета. 11 миллионов человек, 11,9. И вот путем вот этих вот нехитрых вычислений мы получаем 26,6 миллионов человек. Еще раз подчеркну, что цифру многие оспаривают. В частности, вот тот же Земсков говорит, что потери гражданского населения завышены. Он их вычисляет в цифру примерно около 4,5 миллионов человек, считая, что здесь все-таки вещество на 216. Но вот эта цифра, которую называют официальные. Все-таки историки. Прежде всего. Ну и вот еще один просто показатель. Да, смотрите. Количество женщин на 100 мужчин в возрасте от 60 до 55 лет. Возьмем три самых крупных региона наших. Вот он демографический ущерб по трем регионам. Краснодарский край. На 100 мужчин, 332 женщины. Понятно, да, что это демографические последствия, которые потом будут дальше сказываться. Демографическая эхо войны, которая будет через одно поколение, через другое поколение сказываться. Меньше будут рождаться детей, соответственно. Ставропольский край, 269. Ростовская область, 248. Тоже весьма существенное, да, получается количество. То есть, наоборот, несущественное. Там 1 к 3, 1 к 4 фактически идет здесь. Да. Еще почему, ну, Казахстанский край здесь еще почему количество может быть выше? Не потому, что потерь меньше, а потому, что после войны, 45-й год, поток, возвращавшийся был, многие хотели на юг. Ну, у нас люди все хотят хорошо жить. Всегда манил юг, всегда манил, мы сегодня помним, если есть на земле рай, там знаменитая реклама, да, которая часто транслируется. И действительно, вот поток шел вот именно вот в эти южные регионы, даже не те, кто оттуда был призван на фронт, а просто те, кто хотел мирной жизни и связывал ее с тем регионом, где лучше фрукты можно купить, да, по другим ценам, более богатый край, где оказывается. Вот поэтому здесь чуть выше, чем, допустим, в Ростовской, там, или в Старопольском крае оказывает цифра. А теперь я хочу дальше пойти. И вот обратите внимание, закончилась Великая Отечественная война. Потери не закончились на этом для нашей страны. Вот эти последние, начиная с 45-го года и дальше, следующие десятилетия, они также связаны с какими-то войнами постоянными. Гражданская война в Китае, не наша война, да, но потери Советского Союза 936 человек составляют. Сколько из юга, цифр пока нет у нас. Работаем. Корейская война, 315 человек. Это летчики, это войны советники, понимаем, служили здесь. Находим, записываем интервью с некоторыми, вот там, члены семьи, близкие. Ну, по цифрам пока сложно сказать. Вот войск в Венгрии, 56-й год. Восстанавливали, мы сохраняли систему социализма. Потери Советского Союза, там шли настоящие боевые действия. Там было настоящее коммунистическое восстание с убийствами коммунистов, там, с кровавыми эксцессами. И советские войска, когда сюда входят, они фактически в вооруженное противостояние оказывается. Поэтому потери, как в ходе настоящей войсковой операции, 1540 человек. В том числе, из 320 жителей, ну, те, кто призван был из Ростовской области, 15 человек погибло здесь. Только по Ростовской области. Война в Вьетнаме. Участвовало более 6 тысяч наших советников, погибло небольшое количество, 16 человек здесь. Ну, как бы считается, мы не принимали прямого участия, но советниками помогали Вьетнаму воевать в этой ситуации. Локальные войны, военные конфликты в Африке и Америке. Карибский кризис, ну, вроде бы не война, да, не было боевых действий, хотя ситуация была напряженная очень. 66 специалистов и военнослужащих, 3 специалиста погибло. Разминирование территории в Алжирии, 25 специалистов. Арабо-израильские войны. Сомалийско-Эфиопская война, вот они цифры дальше идут, да, получается. Чехословацкий кризис, здесь меньше потери, все-таки по сравнению с Венгрией, здесь не было. Чехословацкая армия не оказывала вооруженного сопротивления. Были, конечно, эксцессы какие-то, там и нападения, но не такого масштаба, как Венгрия. 87 человек потери. Конфликт на Дальнем Востоке в Казахстане, 164 человека. Война в Афганистане, самый кровавый конфликт. И вот здесь вот я приведу вот здесь таблицу, вот они все эти цифры посчитаны по потерям, по всем вот этим вооруженным конфликтам, начиная с 45-го года, 46-го, и до 91-го года, до распада Советского Союза. Поздние советские, получается, потери. Конечно, вот афганская вина, вот здесь вот я выделил, может быть, не очень видно, хорошо, да? Если все цифры посчитать, это 17 с лишним тысяч человек. Афганская война дает 15 тысяч 51 человек. То есть она, конечно, самый крупный вооруженный конфликт для советского государства, общества после 45-го и до распада СССР до 91-го года, получается, была. И вот здесь давайте мы чуть подробнее остановимся на этой структуре конфликта, структуре потерь, получается. Из 15 тысяч, 9 с лишним, тем более, как раз вот дата была вывода, если можно подвести, наверное, какие-то итоги. Вот всего, главную, конечно, роль здесь играют погибшие в боях, боевые потери. 9 тысяч 61 человек. Из них большая часть, 9 тысяч 130 человек, это советская армия. Но были еще части органов госбезопасности. 503 человека. Части МВД. 28 человек. И части тут Министерства строительства и другие специалисты гражданские. Это не боевые потери. Тоже порядка 20 человек здесь оказывается. Дальше. Умлила от ран. Еще 2,5 тысячи. Пропало без вести. 287 человек. Итого, боевые потери. 12 тысяч 423 человек, оказывается. Катастрофы, происшествия. Умерли от болезней. Итого, не боевых потерь. 2628 оказывается. Вот цифра безвозвратных потерь. Общие. Дальше. По личному составу если мы разделим. 4 генерала. Некоторые называют 5, потому что там еще один умер. Но у него не боевая потеря. Можно считать, кто-то 4, кто-то 5 называет. Офицеров 2179. Прапорщиков 639. Сержантов и солдат 12087. И гражданского персонала 142. Вот еще складываются эти потери. Дальше. Санитарные потери. Обратите внимание, они тоже очень высоки, оказывается. Санитарные потери составляют почти 470 тысяч человек. Если контингент, ограниченный контингент советских войск составлял 620 тысяч человек, введено было в Афганистан, санитарные потери 470 тысяч показывают, что практически два из трех они были или ранены, или заболели в Афганистане. Почему в основном, конечно, цифра это заболели. Вот она складывается. Вот раненый на контужен травмированном 53 тысячи. А здесь, смотрите, вот они. Это в основном болезни. И в основном, понимаете, инфекционные болезни. Цифры вполне соответствуют примерно тому, что несла армия Миниха. Но это 18 век в Крыму, когда действовала. Вот они условия, вот он ландшафт, театр боевых действий, который был непривычен. Хотя вроде бы пытались учитывать там и нередко когда направляли войска там нередко учитывали там откуда призывник родом. Там часть была из Средней Азии призывалась, там часть из Горских районов Северного Кавказа, чтобы как-то учесть специфику, да, возможности. Но, тем не менее, только инфекционный гепатит дает 115 тысяч. Конечно, это компенсируется потом эти потери, возвращение в строй. Вот смотрите, из этой цифры 455 тысяч потом возвращается в строй. Инвалидами становятся 10,5 тысяч, и еще 3 320 умирает. Вот как эти цифры раскладываются по нашим регионам. Тоже они есть, можно посчитать. Бадыгей 23, Карачаево-Черкесия 42, Дагестан 140, больше всего дает, ну, все они будут называть, они на слайде есть, может быть, не очень хорошо видно. Ростовская область 234 человека, дальше Краснодарский край дает здесь 243 человека, и Дагестан дает 140 человек. Всего 1215 человек это наши южные регионы сегодняшней Российской Федерации. Если посчитать юг в большом значении, то есть сюда прибывает южная область Украины, там Грузия, Кавказья, то это около 3 с лишним тысячи человек получается, вот юг в большом таком пространстве получается, а наш юг именно Российской Федерации 1215. Но это тоже достаточно немало оказывается здесь. Дальше мы обращаемся к военкомату, опять же, с просьбой раскрыть нам какие существуют еще у нас виды потерь. Вот 234, допустим, по Ростовской области это погибшие, еще 7 человек пропавших без вести, раненых 404, награжденных 2500 по Ростовской области. Это сведения военкоматов, которые получены. По Дагестану здесь 802 офицера, 3000 с половиной призывников, здесь есть расклад на эти. Погибших, пропавших без 140, сколько из них раненых нет, награжденных 3180 человек. Вот такие вот статистические данные у нас существуют по войне в Афганистану. После Афганской войны уже в современной России также целый ряд конфликтов, которые тоже, конечно, влияют на демографические процессы у нас. Стивный ингурский конфликт, официальные данные. Погибли 583 человека, в основном гражданских, 650 человек раненых, 27 военнослужащих, выполнявших долг. Вооруженные как на территории Чеченской республики, чеченские войны, как мы их неофициально называем. Две войны, безвозвратные потери 10 тысяч человек, речь идет именно о вооруженных силах и частях МВД, санитарные почти около 70 тысяч, 60-80 человек. Потери гражданского населения точно мы не знаем. Есть своя-то статистика у органов власти, есть своя статистика у правоохранительных органов, есть своя статистика у правозащитных организаций. Точные цифры мы не можем назвать здесь. И это, особенно, вот Сергеевич выступал как раз передо мной, он, наверное, говорил о судьбе русского населения только за пределами Российской Федерации. Но одна из главных, может быть, трагедий как раз судьба русского или русскоязычного населения в Чеченской Республике. Потому что, если по чеченцам еще как-то можно сейчас, пытаемся восстановить цифры за счет того, что есть скромно-родственные связи, там есть возможность как-то повлиять на эту статистику, выяснить, то по тому же русскому населению или русскоязычному, который покинул историю Чеченской Республики, просто непонятно, что делать, потому что мы не знаем, куда люди уехали, живы ли они, не живы ли они оказываются. То есть подсчитать это, в принципе, очень сложно оказывается. Выясните. Ну и еще несколько войн. Я сейчас буду завершать. Грузино-Абхазская война. Конфликт в Днестрое. Представьте меня, цифры я не называю здесь. Почему не называют цифры? А потому что в этих войнах Россия официально не участвовала. То есть здесь служили добровольцы, волонтеры, те, кто люди добровольные отправились воевать. Например, в Грузино-Абхазской войне очень много было выходцев из республик Северного Кавказа. Это, прежде всего, Кабардино-Балкария. Близость, да? Адыга-Абхазская языковая семья. Единая существует. Разные народы, но в рамках одного общего поликультурного языкового пространства. Из Адыгей, из Корчаево-Черкесии начали сейчас отправиться. Были и из Чечни, и из Чечни-Гушетии тоже были тогда получили. Но значительно часть вот именно из этих республик отправлялась. Но не только. были и жители, скажем так, славянской национальности, которые тоже отправились воевать. Причем, в основном воевали, были и на стороне Грузии, которые воевали, в том числе офицеры остались часть. Но в основном на стороне Абхазии большая часть воевала. Вот точно цифры потерь. Тоже мы работаем сейчас с абхазской стороной, чтобы она помогла нам цифру установить. Но пока я вам назвать их еще не готов. Но речь идет не о десятках, а о большем количестве погибших. Конечно, здесь. То же самое с Приднестровьем. Обещала нам Приднестровская республика сведения передать, чтобы мы могли высчитать из них, какое количество является именно жителей нашего региона. Поэтому проект пока у нас в состоянии рабочем, еще продолжается. Он еще не законченный. Думаю, что к завершению мы сможем более точно какие-то цифры называть. Ну и вооруженный конфликт Южной Осетии. Здесь цифры известны официально, потому что здесь водились боевые части. Да, это статистика Министерства обороны. Она есть. 67 погибших, 283 раненых. Операция в Сирии по официальным данным 83 человека. По данным Министерства обороны существует у нас. Вот. Дальше. Подводя итоги, подчеркнем, подытожим, да, мы видим, что Юг России это зона постоянных вооруженных конфликтов. Безвозвратные потери в войнах второй половины 17-19 веков, если посчитать, 7 русско-турецких войн, 3 русско-персидских войны, Крымская война, Кавказская война, не менее миллиона человек составляют. Безвозвратные. То есть убитые, умершие от ран. Получается. Несанитарные, имеется в виду. Не те, кто вернулись потом. 17 крупных войн и 10 твердых. Если в целом посчитать, прибавить сюда войны 20 века, то получается общие потери около 3 миллионов военнослужащих, не менее 3 миллионов гражданского населения. Вот это демографические потери. В целом, они, конечно, округленные, они требуют уточнения, более точного расклада по отдельным войнам, по отдельным регионам, чем мы занимаемся. 18, 19, 20, начало 21 веков. Спасибо за внимание. Вопросы? Здравствуйте. Спасибо большое за печальную информацию, которую мы познакомились. А скажите, почему именно на это исследование вам было поручено это исследование? Я имею в виду не лично вам, а именно эта тема. Почему проводится это исследование? Ну, я в начале своего выступления пытался обосновать актуальность этой темы. Во-первых, тем, что мы видим цифры потерь, мы видим серьезные последствия, и сам материал подполагает необходимость его анализа. Вот те последствия, которые серьезные, которые трагичны для нашего региона, большого региона, не только Ростовской области, для Юга России в целом. Причем, я еще раз подчеркну, что, конечно, влияние войн, воздействие войн не сказывается только лишь в демографических потерях. Войны во многом формировали наш регион. Вот обратите внимание, даже поселенческая сеть как формировалась, развивалась. Многие города на юге страны, как они создавались, где они создавались, как расположен Ростов-на-Дону, на каком берегу Дона, большая часть на Дону располагается. На правом берегу, на северном берегу. Почему так? Объясните, пожалуйста. Откуда Россия шла? Она шла с севера, спускалась, основывала. И река была границей. Она позволяла защищаться от того, кто будет враг идти с другой стороны, с юга. Кстати, потом сыграла очень негативную роль во время Великой Отечественной войны, потому что река была в тылу. И для того, чтобы, когда враг приходил с другой стороны, приходилось переправляться, отступая через реку, что очень сложно. Трагедия Ростова-на-Дону лета 42-го года. Срыв эвакуации во многом. И наоборот, наступать надо было брать штурм эту реку, получается. Не будем сейчас брать последствия Великой Отечественной войны, уже получается. Многие города именно так создавались. То есть война во многом формировала облик вообще нашего региона. Понимаете? Она накладывала свой отпечаток на культуру региона. Возьмите, ну очень, пусть я условно так представим, себе казачий костюм. Для многих казаков что вы представляли себе костюм? В основе лежит. Это военная одежда. Понимаете? Сама культура такая воинская, патриархальная во многом. Если мы не обратимся к истокам, нам очень сложно будет, наверное, говорить о сегодняшних процессах в регионе. Вот поэтому этим объясняется. Обращение к этой теме. К тому, что война оказывала воздействие на самые разные сферы развития нашего региона. Это раз. Во-вторых, я чем это объясняю, необходимо изучение этой проблемы, этой темы, тем, что сегодня ситуация наука такова, что она предполагает для нас новые возможности, которых, может быть, не было там 50 или 40 лет назад у исследователей. Это и появление новых подходов, и введение в научный оборот новых корпусов и источников. Например, сегодня все-таки больше рассекреченных документов по тем же событиям Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Не все документы доступны сегодня. Например, корпус документов дел военных трибуналов до сих пор закрыт. Само их по-прежнему не дают. Тем не менее, все-таки у нас больше возможностей, чем у историков предыдущего поколения какого-то. Это вот еще одна причина. Проект является инициативой. То есть мы сами предложили, мы написали заявку, мы получили поддержку. Надеемся, нам удастся выполнить задачи, которые мы поставили. Вся лекция была посвящена собственно подсчету потерь там до последнего человека. На мой взгляд, надо какую-то такую оптимистичную часть. Вы так краем глаза сказали, что в результате возвращения после эвакуации возвращались сюда к нам. То есть какие были позитивные моменты на демографии, связанные с войнами, начиная от начала заселения этой территории присоединения к стране и до каких-то разумных последних моментов. Сейчас можете перечислить, какие моменты шли в плюс прямо через запятую? Я думаю, что само закрепление региона за Россией являлось очень важным фактом развития страны. За это приходилось платить. Любая территория оплачивается. Любое приобретение. Мы приходим, приобретаем какой-то товар, мы за него платим. Приобретение территории России оплачивалось жизнями ее жителей, подданных Российской империи, которые служили в ее армии. Плюс потери гражданского населения. Конечно, здесь можно сравнивать потери гражданского населения и также можно попытаться как-то динамику проанализировать. Она разная. В разных войнах разное количество военнослужащих гибло и гражданских гибло. Конечно, один из самых высоких показателей гибли гражданского населения дает Вторая мировая Великая Отечественная война. Потому что эта война была во многом связана с силой ненависти, с использованием противника, в первую очередь, нацистской идеологии, стремлением к уничтожению. Здесь, наверное, какой-то позитивный фактор трудно найти. Тем не менее, если говорить о том, к чему война вела и войны вели, войны определяли облик, опять же, подчеркну это, регион оформировали его. Наверное, можно говорить о военном прогрессе. О прогрессе в сфере военной техники. Правда, это тоже можно подвергать критике, потому что если совершенствуются средства убийства друг друга человека, можно о прогрессе. технически какой-то прогресс шел. Если говорить для нашего региона области демографии, учитывая специфику региона, его южное месторасположение, его относительно благоприятные природные условия, он никогда не оставался пустынным. Приходила война, она уничтожала какую-то часть населения, потом заселялся достаточно быстро. Пример Крым. Когда Крым Россия получает в конце XVIII века, приход России сначала ведет к обезлюживанию Крыма. Армян Россия выселила еще раньше сюда переселила, на Дону, армянский район, это армяне крымские сюда переселяются. И тем самым оскудевает демократическое отношение сам Крым. Но потом приведет поток другого населения из других регионов, приток. И Крым выходит на подсчет как раз где-то середине XIX века только, по сравнению с тем, что было до прихода России. Другой пример Кавказская война. Она сопровождается серьезными, причем сама война, ее последствия. После войны часть горского населения не признала власть России. И уезжает в Махаджирство. Проходит время, регион заселяется. И он получает новые вызовы и новое развитие. Обновление. Война это не кидая процедура кровоопускания происходит. Она порой нужна, чтобы больной получил какое-то лечение. Я не говорю, что войны нужны, но войны тоже способствуют изменению в развитии общества. В этом можно говорить об их значении, не только отрицательном. Хотя война это зло, можно сказать. В философском понимании это плохо, это конфликт, это зло. А можно ли выделить все-таки какие-то отдельные исторические этапы сознательной может быть государственной политики поствоенного или одновременно с войной заселения региона нашего? То есть была ли, ну вот когда здесь был АЗАК, частично его составляло русское население, которое сюда было политическим решением просто пригдано, чтобы не воевать, а чтобы жить и составлять здесь ремесленную прослойку. Были ли осознанные политические программы по освоению Дона связанные с войнами? Либо для обеспечения войны, либо для резкого заполнения пустоты после ее окончания? Конечно. Какие периоды можно назвать? Я пытаюсь вот это понять. Период, например, после Кавказской войны, если брать юг в этих пределах, и процедуры оказачивания или показачивания? Ведь как создавались казачьи войска? Ну, часть казаков еще там можно в 16-15-14-м веке формировалась казачьи войска, но вот в этот период, 19-м веке, в казаки нередко записывались, причисляли тех людей, которые хотели вступить в казачьи войска. Была такая процедура, когда в казаки зачислялись и отправлялись вот они здесь в Терское войско, там, допустим, однодворцев приписывали другие войска. То есть поощрялось, привлекалось это население, чтобы этот регион осваивали. И опять же, не только казаков, кстати, говорят, потому что казаки, как вы видите, они хорошие земледельцы, землю хорошо осваивают, воюют хорошо, а вот, допустим, там сфера торговли ремесло хуже оказывается, связано с ними. И вот, если мы посмотрим побережье, зону, Ченоморской побережье, где казаки не очень хотели селиться, где климат их не устраивал, там надо было сушать болото, там другие выполнять какие-то действия, Ченоморская, собственно говоря, губерния, которая была, сегодня Ченоморская побережье Кавказа, то здесь кто стал заселять? Армяне, греки, то есть тот категорий населения, которое легко стало осваивать это пространство, получается. То есть она заполняется. А Россия способствовала тому, что пошел приток переселенцев. То есть регион нас же был осваивать, нужны были люди какие-то, да, конечно. Вот если говорить о событиях, допустим, после депортации, то здесь тоже была принудительная фактически мобилизация, вербовка людей на территории, которые были освобождены принудительно. То есть когда выселили чеченцев, ингушей, карачаевцев, их территории заселяли также принудительно фактически. Допустим, те же дагестанцев с гор спускали и заселяли территории, районы, которые перешли от Чеченской Республики, от Чеченой Ингушской Автономной Республики. Вот эта мера была, да. А часть при этом людей добровольно ехала, переезжала на юг, потому что юг манил, хотелось, ну точно так же, как и в 19 веке освоение региона, тоже часть переселенцев из Воронежской губернии, из украинских губерний, малороссийских, ехала сюда, чтобы освоить, чтобы вносить себе новое место. Поэтому были и государственные программы точно так же, да. Ну сегодня таких программ. Сегодня, например, правительство Чеченской Республики ставит вопрос о возвращении русского населения, привлекает русских учителей, те, которые способствуют в свое время развитию Чеченской Республики. Но я думаю, что программы сложно, они пока идут, на мой взгляд. Хотя, да, допустим, группа преподавателей, которая работает по найму, приезжает там, таким, может быть, вахтовым методом. Спасибо большое за лекцию. У меня небольшой такой уточняющий вопрос. Там, когда была таблица потерь, афганская война, меня заинтересовало соотношение в 234, по-моему, Ростовская область, сколько там, тоже 200, там, сколько-то Краснодарский край и 140 из Дагестана. И с чем связана такая пропорция? То есть, дагестанцев просто больше туда призвали или их просто там больше всего погибло? Нет, не потому, что там больше всего погибло. В принципе, соотношение потерь, оно где-то, наверное, будет, пока нам не удалось поковыть каких-то особенностей, чтобы погибло именно каких-то одних национальных, больше каких-то меньше. соотношение потерь по отдельным республикам, автономиям, краям и областям Юга России объясняется, во-первых, разницей их численности населения. То есть, понятно, что разная численность населения существует в Дагестане и в Адыгее. Количество жителей различается. Поэтому и призывалось, естественно, меньше или больше. Ну и мы, когда беседовали с респондентами, мы тоже пытались у них выяснить, наводилось ли им служить со своими земляками, были ли какие-то определенные особенности в призыве, получается. Но все-таки можно вести речь о том, что, конечно, старались призывать, где-то призывали людей, которые могли как-то климату приспособиться в большей степени. А соотношение потерь, нельзя сказать, что люди погибали какой-то определенной национальности, больше, какой-то меньше. Пока нам такую динамику выявить не удалось, по крайней мере. Чтобы погибли вот именно эти погибали, а те не гибли. Наверное, мне надо было здесь привести еще одну колонку, это количество людей, которые проживали или призваны близ этого региона. то есть здесь, возможно, вот именно само соотношение, потому что резко количество 140 человек из Дагестана, и мы все примерно понимаем, что это за республика по размеру, даже, по-моему, в Ставропольский край как бы меньше. Больше. Больше? Да, в Ставропольском меньше, совершенно верно, в Краснодарском больше. Да, то есть идет соотношение, то есть такое, Ростовская область, Краснодарский край, Дагестан. То есть, и вот, возможно, вот эта колонка, сколько было призвано и сколько погибли. То есть здесь понятно, конечно, что, возможно, их призывали больше, потому что похожий климат, то есть, опять же, такая горная местность, как бы и национальные особенности, там, темперамента, возможно, как бы хотели использовать в военных действиях, но, как бы, да, не хватает этой колонки. Я с вами полностью согласен. Пока у нас не все военкоматы получили сведения вот этого характера, поэтому пока мы не смогли сделать, и надеюсь, что мы к концу года сделаем более уточненную табличку, и тогда мы сможем представить на суд общественных. Спасибо вам за пожелание. Ну, вот у меня вопрос все-таки по конфликту, который в последние годы протекает на Донбассе. Вы его касали в своем исследовании? Вот по потерям, демографическим изменениям, вот таким. Вы знаете, здесь очень сложно нам вести речь, не потому что мы не хотим чего-то, мы записали несколько интервью, они больше не демографического характера, а такого антропологического, может быть, то есть мы говорим там о мотивации людей. По статистике, по андакванам, очень сложно здесь работать с этим материалом. Поэтому я пока специального не касался здесь. Не потому что, опять же, что не хотим, потому что все-таки мы можем оперировать какими-то конкретными цифрами, показателями. Пока вот так. Если у нас удастся, конечно, мы этот материал в монографии используем свой, пока у нас в состоянии разработки находится этот сюжет у нас. Еще один вопрос. Среди упомянутого вам оказачивания, то есть есть такие прецеденты, когда сюда переселяли целые, насколько мне известно, целые станицы формировали из выходцев, допустим, с Нового города, как-то такое было. Вот про это можно коротко сказать? Насколько это массово было и повлияло ли это на какую-то демографическую картину региона тогдашнего? Ну, я бы сказал, что это влияло не только в процессе оказачьим показачьим, потому что, конечно, заселение происходило не только из Новгорода. Очень большое количество переселенцев было из малороссийских губерний, вот начиная от Харькова, Курска, Воронежской губернии, вот те зоны, где, может быть, вот этого центрального нечерноземья, также очень большое количество, потому что там, где сложности были, крестьяне как раз после отмены крепостного права поток сюда пошел как раз. И, конечно, демографически регион очень сильно поменялся вследствие этого процесса, не только казачьими показачьими, а вот именно притока массового переселенцев, потому что в Казаки была принята лишь незначительная часть по отношению к общему потоку переселенцев из вот этих вот и южно, и севера русских губерний, отправившуюся на юг страны, ну вот на освободившиеся территории юга страны после ухода адыгов, после ухода там части махаджиров, территории освобождаются. И они как раз являются очень пригодными для использования, они манят к себе жителей других регионов нашей страны. Картина, конечно, кардинально поменялась, конечно, если мы берем численность населения, состав населения Северного Кавказа и юга России в целом в начале XX века или в середине XIX века мы видим совершенно кардинальные отличия. Поменялся этнический облик, поменялась демография полностью. Если какие-то конкретные вещи не переходить к конкретным цифрам, то они, конечно, очень сильно поменялись. Еще вопросы есть? Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok